Коллеги, друзья, всем привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня у нас очередная презентация домашнего звука, так что все, кому это интересно, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем! Итак, наши сегодняшние гости это активные мультимедиа-мониторы Aura Sonics KN3 и KN4. Обе модели в версии Bluetooth. Ну и, конечно, сразу у нас у всех возникает вопрос, а кто это такие Aura Sonics? Вот давайте начнём с ответа на этот вопрос. Бренд Aura Sonics является торговой маркой крупнейшего в России дистрибьютора профессионального звукового оборудования компании Audio Project. Теперь цитирую. Этот бренд был создан людьми, которые вот уже 25 лет занимаются поставками всего спектра звуковой техники, ведущих мировых брендов и являются экспертами в этой области. Мы знаем рынок и требования пользователей, как никто другой. Мы знаем, что именно нужно покупателю и какими качествами должен обладать продукт, чтобы приносить пользу и быть востребованным на рынке. В наше непростое время мы решили, что пора облечь наши знания в законченную форму и дать им собственное имя. И это имя Aura Sonics. Конец цитаты. В итоге, друзья, это наши ребята, которые решили восполнять пробелы в поставках не за счет параллельных ухищрений, а собственно за счет разработки и производства своих собственных продуктов, с парочкой из которых мы сегодня с вами и будем иметь честь познакомиться. Эти две модели являются стартом линейки мониторов Aura Sonics. И по словам представителей компании, они не являются OEM-моделями какой-либо китайской фабрики, а разрабатывались на заказ по уникальной спецификации. Повторюсь, модели на сегодняшний день две. Есть версии с Bluetooth и без него. И что касается стоимости, то слушайте и запоминайте. Модель KN3 на сегодня стоит 12 600 рублей за пару. Они же с модулем Bluetooth 16 200 рублей. Пара колонок KN4 17 800 и то же самое с беспроводной передачей 21 800 рублей. Ознакомились. Теперь еще один момент. Производитель обращает внимание на то, что данные модели являются полными функциональными аналогами моделей Presonus Ares i3, i5, i4, i5, которые благополучно оставили наш рынок, но при этом выступают всё-таки продуктами оригинальными и никак не уступают, а может даже и превосходят по качеству звука эти самые Presonus'ы за счет использования коррекции АЧХ с помощью DSP. И кстати, возвращаясь к теме денег, мониторы Aura Sonics оказались бы более привлекательными по цене, имеемые сейчас возможность продавать Presonus'ы. Вот такие вот у нас дела. Ну что ж, давайте коротенько о характеристиках и функционале, после чего, разумеется, устроим прослушивание. И там уже наверняка многое будет понятно, и это даст нам сделать какие-то свои собственные выводы. Значит так, модель KN3 оснащена динамиками 1 и 3,5 дюйма, имеет мощность 2 по 30 ватт, частотный диапазон 80-20 тысяч и звуковое давление 100 дБ в пике. В свою очередь, модель KN4 имеет динамики 1 и 4,5 дюйма, те же 2 по 30 ватт мощи, тот же частотный диапазон и такое же пиковое звуковое давление. На задней панели у этих моделей всё тоже одинаково. Небалансное-балансное подключение, настройка низких и высоких частот и подключение пассивной колонки. И понятно, что у версии без Bluetooth кнопки спаривания мы с вами не увидим. И вернёмся к лицевой панели. Управление громкостью, прямое подключение какого-либо звукопроигрывающего устройства и выход на наушники. Всё на этом. Добавлю, пожалуй, только то, что в этих мониторах есть режим энергосбережения, который после 15 минут тишины отправляет систему в спячку, изменяя свет индикатора с голубого на красный. И комплектуется это всё хозяйство вот таким набором проводов, плюс самоклеящимися резиновыми прокладками для виброразвязки с поверхностью. Всё, друзья, давайте будем слушать, после чего сделаем некие выводы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первое. Сразу нужно сказать, что реальная картина выглядит намного приличнее, чем запись. Микрофон и помещение своё дело, увы, сделали, поэтому отличия по частотам заметны. Второе. Мониторы играют достаточно громко, для небольших помещений их вполне хватит. И тоже относятся к выходу на наушники. Тестировали на 120 Ом, полный порядок. Третье. Особое внимание обращали на шум и выяснилось, что он находится в пределах нормы и никак не будет мешать работе. И четвёртое. Тестовую запись делали на колонках KN4. А что касается младшей модели, то принципиальных отличий нет. Играют они также неплохо, но несколько проще. И это легко объясняется. Динамик модели KN3 меньше на целый дюйм. В итоге продукты признаются абсолютно пригодными для работы в небольших помещениях, цена, качество соответствуют друг другу, к покупке рекомендуется. На этом заканчиваем. Всем удачи, всего доброго и до встречи на нашем канале! Да. Да. Я бы, конечно, не останавливался, 5.47 трепавшись. Уже вошел во вкус. Всегда ты, когда задаешь вопрос, знаешь ответ. Готов? Нет, конечно. Все. Идет.